Душевые подоны Фундо Реолито оснащены современным линейным сливом – трапом. Эти подоны можно легко адаптировать практически для любой душевой зоны, и они включают варианты с односторонним уклоном, такие как линейный модуль Реолито и зональное расширение Реолито, которые мы используем сегодня. Здесь применяется наша простая система слива «Щелкни и запри». Наш установщик будет устанавливать Фундо Реолито на ровном фанерном основании в 3,25 дюйма, с 16-дюймовыми центральными балками. Пожалуйста, проконсультируйтесь со своим менеджером по технической поддержке продаж Weddy, если вы имеете дело с каркасом и или основанием с другими характеристиками. Все душевые подоны Weddy можно устанавливать и на бетонное основание. В полу прорезается отверстие диаметром 5 дюймов, куда проведена труба для подсоединения слива. Для сантехника нужно только оставить выход трубы выше уровня основания. Наш установщик использует двухфутовый угольник и осциллорез «Виброрезак», чтобы обрезать двухдюймовую трубу заподлицо на 1,8 дюйма выше основания пола. Удалите все оставшиеся после разреза заусенцы и мусор. Во время установки обязательно используйте все необходимые средства индивидуальной защиты, такие как защитные очки, наушники и респиратор. В линейных модулях Weddy Fundo Reolito и Reolito используется наша система слива «Щелкни и запри». Когда линейный модуль Reolito готов к установке, первым шагом является присоединение корпуса сливного устройства и отвода. Снимите все внутренние компоненты с корпуса слива. Они будут использоваться позже для герметичного подсоединения. Чтобы установить сливной корпус на нижней стороне линейного модуля, сначала нанесите небольшое количество прилагаемой смазки на всю поверхность резиновой прокладки на корпусе слива. Затем поместите корпус слива в резьбу на сливном проеме душевого подона и просто поверните его по часовой стрелке, пока не услышите щелчок. Убедитесь, что слив правильно и до конца ввинчен. Одинарные штриховые метки на сливе совпадут с двойными штриховыми метками на блоке Reolito, если слив находится в правильном положении. Теперь линейный модуль готов к установке. Теперь пора подготовить к установке зональный модуль. Сделайте предварительную подгонку сливного модуля для точных замеров. Определите необходимую длину, не забывая при этом учитывать бордюры и фальцевые пазы. Под днищу подона разметьте необходимую длину зонального модуля. Помните, что из-за одностороннего уклона этот модуль можно изменять только по длине. Для обрезки подона используйте циркулярную пилу. Лезвия некоторых размеров могут не прорезать до конца при первом проходе. Возможно, вам придется завершить обрез с помощью выдвижного лезвия или ножовки. Подгоните в черне как сливной, так и зональный модуль, чтобы убедиться, что все модификации выполнены правильно. По модифицированной кромке зонального модуля заново вырезается фальцевый паз для сопряжения с бордюром. Работая теперь по верху зонального модуля, отметьте пол дюйма от периметра на модифицированной стороне. Разметьте прямой от одного края до другого. Установите глубину пропила вашей циркулярной пилы на один дюйм выше днища подона. Это важно, так как бордюр позже будет огибать этот угол. Сделайте глубокий надрез от края до края душевого подона, тщательно следуя намеченной линии. Отмерьте от низа один дюйм с каждой стороны и сделайте отметку. По линейке отметьте линию. Очень важно с точностью выдерживать уровень паза. Используйте острый строительный нож и за несколько проходов прорежьте так, чтобы совпали разрезы по глубине и торцу. Пользуясь своим строительным ножом, поправьте дефекты в обработке паза. Перед нанесением разбавителя основание должно быть очищено от мусора. Это необходимо для достижения оптимального прилегания. Используя зубчатый шпатель-гладилку размером пол дюйма на пол дюйма, нанесите модифицированный раствор на основание. Также допустимо нанесение раствора как на поддон, так и на основание зубчатым шпателем размером четверть на четверть. Используйте технику направленной затирки, чтобы получить надлежащее покрытие. Также воспользуйтесь плоской стороной шпателя, чтобы намаслить нижнюю часть линейного модуля Реолита. При установке душевого поддона Weddy всегда рекомендуется использовать модифицированный раствор. Плотно вожмите модуль в раствор. Удалите излишки раствора, сохраняя при этом модуль и пазы в чистоте. Используя компоненты из сливного устройства, описанные выше, нанесите смазку на уплотнительную прокладку. Разместите прокладку по обводу трубы и полностью прижмите ее к нижней части корпуса слива. В душевых поддонах Реолита натяжная муфта разрезается на две части. Места разрезов отмечены с каждой стороны. Добавьте смазку на внутреннюю поверхность каждой части натяжной муфты. Установите части муфты по одной, по обводу трубы и поверх уже установленной уплотнительной прокладки. Теперь, вращая против часовой стрелки, винтите на место стопорную гайку. И затем полностью затяните решетчатой закрышкой, используя плоскую отвертку. Эта решетка остается на месте в качестве фильтра волосоуловителя для удобства конечного пользователя. Используя зубчатый шпатель-гладилку размером полдюйма на полдюйма, нанесите модифицированный раствор на чистое основание. Используйте технику направленной затирки, чтобы получить надлежащее покрытие. Также воспользуйтесь плоской стороной шпателя, чтобы намаслить нижнюю часть зонального модуля реолита. При установке душевого подона Wedding всегда рекомендуется использовать модифицированный раствор. Нанесите полоску герметика толщиной полдюйма на паз линейного модуля. Также нанесите полоску герметика толщиной полдюйма на паз зонального модуля. Всегда следите за тем, чтобы раствор и герметик не соприкасались. Третья полоска будет здесь использована по лицевой стороне зонального или линейного модуля. Аккуратно уложите зональный модуль на раствор. Придавите с усилием шов зонального и линейного модуля. Чтобы обеспечить надлежащее покрытие, пройдитесь по поверхности подона, начиная от заднего края. С этим постепенно вытесняя весь оставшийся воздух из-под днища. Плоским ножом удалите остатки герметика. Строительные панели УИДИ на 100% водонепроницаемы и обеспечивают первоклассную прочность и защиту при укладке плитки. Установщик использует полудюймовые строительные панели. Удостоверившись, что каркас добротный и его стойки располагаются не дальше 16 дюймов от центра, измерьте первую панель. Установщик будет использовать панели размером 4 на 5 на полдюйма. При измерении стены обращайте внимание на то, что строительная панель УИДИ всегда должна краем опираться на стойку. Нужно будет прорезать на панели баз вокруг подона, чтобы бордюр затем прочно встал при установке. Предусмотрите все проемы, которые может понадобиться вырезать для всяческих выступов, арматуры и прочего. Строительным ножом с верхней стороны строительной панели проешьте через первый цементный слой и сетку. Затем разломите панель и отрежьте полностью по другой стороне. Панели УИДИ практически не содержат пыли, и их можно безопасно обрезать на любой стройплощадке. Проемы для смесительного крана и другой сантехнической арматуры можно легко и аккуратно вырезать строительным ножом или узкой ножовкой. Предварительная подгонка панели является ключевым этапом. Поместите полудюймовую строительную панель в паз и вплотную к стойкам. Отметьте маркером линию, где душевой подон Реолита примыкает к строительной панели. Также сделайте отметки на стойках прямо над строительной панелью. Таким образом удостоверимся, что панель полностью вошла в паз. При установке душевого оборудования УИДИ внутри и поверх всех швов используется наш шовный герметик для обеспечения адгезии и гидроизоляции. Прежде чем использовать шовный герметик УИДИ, убедитесь, что все пазы и стыки очищены от мусора. Установщик наносит непрерывный слой герметика размером полдюйма на полдюйма по всей длине паза. Строительную панель подгоняют и фиксируют в полудюймовом пазе, вжимая в шовный герметик. Разметка, сделанная ранее на стойках, помогает удостовериться, что панель надежно сидит в полудюймовом пазе. Второй слой герметика будет наноситься позже в процессе установки. В душевой системе УИДИ для крепления строительных панелей непосредственно к стойкам используются винты и шайбы. Не применяйте никакого клея для прикрепления строительных панелей к стойкам. Также важно не размещать винты и шайбы ниже 12 дюймов от подона душа. Начиная с высоты в 12 дюймов, установщик закрепляет строительную панель через каждые 12 дюймов на всех стойках. Удалите все излишки выступившего герметика с помощью шпателя. Подгоните в черне вторую панель. Нанесите непрерывный полудюймовый слой герметика по торцу уже установленной первой строительной панели. Вторую панель ставят и фиксируют, сжимая полудюймовый слой герметика между двумя панелями. Винт и шайба помещаются в шов для анкировки заподлицо. Продолжайте каждые 12 дюймов на всех стойках. Приступая к следующей стене, подгоните панель, используя ту же процедуру, что и ранее, и сделайте разметку. Убедитесь, что в местах соединения строительных панелей не остается зазоров. На этот раз герметик также будет нанесен вертикально между устанавливаемой панелью и уже стоящими на месте. Обеспечьте плотную присадку к базу и к стоящей панели. Начинайте анкировку в углу под небольшим уклоном, чтобы сохранять нажим. Затем закрепите строительную панель винтами и шайбами через каждые 12 дюймов, как и прежде. В углах, где панели сходятся, разместите шайбы, чтобы не создавалась пустот. Не забывайте всегда разравнивать выдавленный герметик. Повторяйте этот процесс при установке остальных строительных панелей УИДИ. Установщик использует здесь 2-дюймовый наклонный бордюр AT. Бордюры AT оснащены жестким верхом толщиной полдюйма для крепления стекла. Это обеспечивает безопасную привязку крепления без ущерба для гидроизоляции. Здесь будет использоваться бордюр в облатке или двухсторонней. Бордюры должны быть скошены под углом в местах состыковки, с тем, чтобы конструктивный уклон жесткого верха бордюра оставался постоянным. Промерьте длину бордюра, принимая также во внимание дополнительную величину, необходимую для скоса. Лучше всего сначала срезать угловой скос, а затем обрезать бордюр по длине. Это даст намного больше свободы маневра, если потребуются корректировки. Если пильное полотно не прорезает через бордюр полностью, завершите прорез ножовкой. Всегда подгоняйте бордюры на черно перед установкой. В некоторых случаях могут потребоваться корректировки, чтобы правильно посадить бордюры в паз подона. Нанесите полудюймовый валик герметика на паз подона Реолита. Также нанесите змейкой полоску герметика на черный пол. Наклонный бордюр можно устанавливать посредством нанесения раствора или герметика на черный пол. Третий сплошной слой герметика также еще наносится на паз бордюра. Поставьте бордюр на место и с усилием прижмите им герметик. Используйте небольшой уровень, чтобы убедиться, что поверхность бордюра остается покатой. Это позволит сохранить заводской уклон на бордюре. При установке второго бордюра нанесите герметик на угол, где они пересекаются. Удалите остатки герметика шпателем. Теперь надо нанести второй слой герметика на швы. Работая поочередно, нанесите полудюймовый слой герметика на все швы в душевой кабине. Внутри углов используйте угловой шпатель, чтобы разровнять герметик. Важно, чтобы герметик был плоско нанесен как минимум на один дюйм за швом в обоих направлениях. Используйте плоский нож для плоских швов. Тот же плоский нож будет использоваться по расположению винтов и шайб. Нанесите герметик на крепление и разровняйте герметик, убедившись, что он заходит за шайбы на один дюйм во всех направлениях. В отношении сантехнической арматуры в душевых устройствах ВЭДИ рекомендуется использовать гибкую манжету для зоны вентилей и водонепроницаемую уплотнительную манжету для лейки душа. Установщик применяет здесь герметик. Нанесите немного герметика и разровняйте шпателем. Прикрепите манжеты и убедитесь, что фланец мембраны полностью заделан в герметик. Последним этапом является установка сливной крышки Реолита. При укладке плитки используйте серые вставки в качестве ориентира для определения уровня. Они также включают в себя гайку с резьбой, чтобы при необходимости можно было регулировать высоту ножек сливной крышки. При установке высоты сливной крышки обязательно учитывайте слой раствора и толщину плитки. Ножки имеют резьбу и могут быть отрегулированы до идеальной высоты. В некоторых случаях их может потребоваться обрезать до более низкого уровня. Используйте мелкозубую пилу и следуйте разметки на ножки. Для обрядной отделки используйте швелерную рамку Реолита от Уиди, чтобы закрыть необработанный или обрезанный край плитки. С линейной системой Фундо Реолита от Уиди вы с легкостью сможете придать современный стиль любому душу.